Всем привет! В эфире «Хочу сказать» на Первом Городском в студии Игорь Зуб и Денис Саландин. И сегодня танцуют все! Тема нашей программы. Смотрите только сегодня на Первом Городском вечернем шоу «Хочу сказать» ошеломительные танцы от ученицы Аллы Духовой. Шоу «Балет Бархат» – один из самых популярных коллективов нашего города. Учитель или брэкдансер? И только талантливые калининградцы в вечернем шоу «Хочу сказать». Скажи, какие самые необычные танцы ты видел? Не самые необычные танцы всегда происходят под воздействием алкогольных напитков. Уж поверь мне! Я-то тебе верю. Ну и я предлагаю прямо сейчас посмотреть видео, на которых собраны, наверное, просто эксклюзивы. Понимаешь? Так что мы тянем? Давай смотреть. Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у меня самая, самая, самая красивая. Опа! Танцуй, Россия! И плачь, Европа! А у меня самая, самая, самая красивая. Опа! Зачетное видео. Всегда интересно смотреть на таких персонажей. Слушай, крутые танцы, но, честно говоря, думаю, что вот наши калининградцы ничем не уступают вот этим вот ребятам. Я думаю, что танцуют они намного лучше. Давай посмотрим. Давай. ПОЁТ! Ну что ж, подвигались калининградцы на славу, а у нас в студии прямо сейчас люди, которые занимаются танцами профессионально. Да, давайте знакомиться. Это метроном. Девчонки, привет. Здравствуйте. Ну, наверное, в общем-то, к руководителю вопрос, да, почему метроном, Жень? Продолжаем. Мне кажется, вопрос просто нередко, да, это задают? Постоянно. Да, постоянно. Но метроном, как-то три года назад, мы думали, очень, когда сформировался у нас коллектив, да, мы очень долго думали над названием, вот, никак не могли придумать, чтобы было ярко, просто, вот так все звучало. И запоминалось. Да, и запоминалось. И потом мы вспомнили, что есть такой замечательный прибор для измерения ритма, вот, и решили назваться именно так. Вот, первое, что бросается в глаза, это пять девушек, сидящих в мужском. Почему так? Почему мы сегодня с тобой не в шаговском догадываемся? Я вот пытаюсь разобраться, да. Чей это костюм? Ну, я тоже догадался, если честно. Костюм поп-короля Майкла Джексона. То есть, ну, неспроста он одет сразу на пятерых, то есть наверняка это такая некая связка, да, у вас? Конечно. Я думаю, что чуть позже, да, мы увидим эти танцы. Женя, это правда, что ты работала в Тодосе? Да, правда. Ну, расскажи, тебе как-то помогло вот общение с Аллой Духовой? Естественно, это колоссальный опыт в жизни, я считаю, вообще для танцора такая возможность попасть в замечательный балет. Это просто огромный старт в будущее. То есть, это задел такой, скажем так, база большая. Ну, вот, мне кажется, что танцы сейчас начали набирать вообще ход в стране популярность. Благодаря вот шоу, да, немалоизвестного танца. Почему не пойдете туда? В проекты? Ну, пока я считаю, просто... Чтобы заявить, чтобы клиника нас прославлять. Немножечко, я думаю, что нужно еще нам немножко времени для того, чтобы как-то вот подготовиться к этому все-таки. Кстати, по хореографам. Вот там есть два таких известных хореографа. Есть ли ты любимый среди наших или, может быть, нерусских хореографов? Мои, мой, допустим. Хореографы такие разные. Я очень у многих хореографов брала мастер-классы и могу сказать, что прям любимого нет, но у всех, у каждого хореографа какая-то изюминка даже. Как он ведет и хореографию, которую он ставит. Очень много хороших, классных и у многих есть чему поучиться. А вот, кстати, про мастер-классы. Вы есть, Никита? Существуют ли курсы повышения квалификации? Потому что вот я посмотрел в интернете много роликов калининградских наших студий, и вы, это не лезть, просто мне показались лучшими, потому что, ну, вот вы совершенствуетесь? Конечно. Сколько стоит у вас заниматься? Я все время пытаюсь Егорку пристроить куда-нибудь уже вот здесь. У нас в нашей студии, у нас, мне кажется, по Калининграду самое дешевое обучение. Денис, похоже, вариант-то появился, да? Вот, у нас стоит полторы тысячи в месяц. Это восемь занятий? Три раза в двенадцать. Три раза в неделю, да, то есть. Кстати, а сколько длится занятия? Час пятнадцать. А обязательно выступать? Вот, может, кто-то стесняется. Ну, он входит в зал, а на концерт? Ну, если у нас есть группа концертная, которая как раз выступает, ездить на фестивали, и выступление, это, естественно, является основным. Ну, это лучше из лучших. То есть, я думаю, что не так, просто взял, пришел и я хочу, чтобы танцевать. Ну, конечно, конечно. А как вообще называется танцем, которым он занимается? Ну, то есть, понятно, что Майкл Джексон, это вот одно из направлений, что еще? То есть, это современные танцы, не знаю, МАДР. Современная хореография, современная хореография на разной стиле. Хип-хоп, джаз-фанк сейчас. А на разный возраст? На разный возраст. У нас от 10 лет занимаются люди, и уже... До. До. Ну, понятно. Да. Ну, мы желаем вам всего только самого хорошего, и, конечно, хотим уже увидеть танец. Спасибо. Дядь, Майкл, ты первый раз такой у нас. Дядь, Майкл. Дядь, Майкл. With the Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, прямо сейчас настало время потанцевать. Чего это? Да потому что яркий и свежий твой, под эту песню невозможно не танцевать. Ааа, реклам, дорогие друзья, не переключайтесь. Смотрите только сегодня на Первом городском вечернем шоу «Хочу сказать». Шоу-балет «Бархат» – один из самых популярных коллективов нашего города. Учитель или брэкдэнсер? И только талантливые калининградцы в вечернем шоу «Хочу сказать». Хочу сказать, в эфире рядом со мной Егор Зуб. И Денис Аладин рядом со мной, конечно. Да, и рядом с нами, Егор, шоу-балет «Бархат». Девчонки, привет. Я вот, на самом деле, попривык немножечко. Первый, на самом деле, не мог вообще смотреть. Я смотрел вот в пол на всякий случай, сейчас уже попроще. Стеснись, смущали парни. Смущаю, ну тут такая красота прямо вот. Марин, рассказывайте, как давно существуете? Знаю, что в следующем году у вас юбилей. И, наверное, тогда логично, да? Не спрашивайте, когда у вас существуете. Мне кажется, что в юбилей с этим девушками не вяжется вообще никак. Ну, маленький юбилейчик. У нас, да, у нас первый юбилейчик. Юбилейный, так вот. Да, пять лет нам будет, 1 мая. И мы хотим сделать грандиозное шоу «Бенефис». В нашу честь и для всех наших поклонников, гостей, знакомых, друзей. Шоу «Балет Бархат» «Телец», между прочим. 1 мая, потому что у меня день рождения, 1 мая. Отлично. Ты уже в нашем списке приглашен, гостей ты тоже. Я не понял, как это? Я рад. Да, девчонки, рассказывайте. Наверное, вопрос интересует всех наших телезрителей. Как удается поддерживать себя в такой хорошей форме? Ну, это понятно, что необходимо для ваших танцев. Но, тем не менее, это спортзал утром, вечером репетиция, потом выступление. Как все происходит? У нас 6 часов репетиционных в неделю, когда мы занимаемся. Это тоже нагрузка. Ну и плюс выступление. То есть специально ничего не делается для своей фигуры? Нет, я хожу в спортзал 3 раза в неделю. Удивой. Стабильно. Это усмотрение, да? Каждого конкретного. Ну, это да, пожелание. Плюс какие-то нагрузки. Допустим, я еще работаю в театре эстрады Дома искусства. Ну, там тоже есть нагрузки, спектакли. У меня вопрос не покидает меня. Я должен от него избавиться. Девушки, вы прям так и танцуете. Конкретно в этом будет танец, да? Нет. Поэтому пришли к вам. А танец? Как это будет? Ну, там интересные варианты есть, на самом деле. А танец уже, да. А танец мы уже переоденемся для вас из танцев. На самом деле, девочек знают все в городе. Это известный коллектив. Да, да. И у них много танцев. И много одежды, как ты понимаешь. Шоу-балет. Это, в первую очередь, шоу или балет? Или вообще, причем здесь балет? Да, в целом, шоу-балет. Ну, потому что у нас, ну, как бы, во-первых, это танцы, да. Танцы это, ну, как-то, балет, конечно. А шоу то, что у нас очень много разных танцев. Калетные костюмы. Тематики, да. Разные тематики, да. Что вы не говорили, все к вам. А шоу-балет-бархат, это вы в полный состав? То есть, четыре человека или кто-то еще есть? Нет, нас на сегодняшний день семь человек. Ну, просто у вас никто большой диван, да. Мы решили, что мы все не улезем, поэтому мы пришли вчетвером. Что нужно сделать, чтобы пасть бархат? Вот это финальный вопрос. Попасть бархат, да, у нас был очень жесткий фейс-контроль, да. У нас, ну, прежде всего, должна быть девушка подготовлена с подготовкой хореографической, да. Вот, плюс одного роста с нами. Единый рогин. Ну, там может быть сантиметр, да. Ну, можно шпиль, чтобы отправить, да. Да, каблучком повыше. Вот, ну, естественно, красивая очень. Ну, это понятно было с начала. Потому что, ну, у нас нет некрасивых, у нас все красивые. Скажите, а вы все-таки коммерческий проект, вы не набираете постоянно в студии, у вас нет как-то какого, да? Нет, нет, нет. Вы именно вот коммерческий проект, который существует для себя. Мы только делаем шоу, мы только танцуем, делаем шоу, радуемся. Как мы с Денисом, да, мы не танцуем, но делаем шоу. Идея, как родилась тебе создать бархат? Не знаю, я когда работала в Москве и жила, я сама работала в таких коллективах. И, в принципе, у меня уже тогда зародилась идея, что у меня когда-нибудь тоже будет такой коллектив. И вот по такому случаю жизни, да, который привел меня в этот город, на постоянное место жительства уже, и здесь вот как раз родился наш прекрасный бархатный коллектив. А почему бархат? Потому что бархатный коллектив или чем это? Да, не знаю, у нас было очень много разных названий. Вот такой список был названий, но из этих названий вот мы выбрали вот почему-то это. И там был картон, да, или вот этот шерст? Нет, картона не было, шерстка тоже не было, тумбочки тоже не было. Нет, не знаю, потому что ассоциации с дорогой тканью, с такой в одну сторону гладкой, в другую сторону... Можно рисовать даже что-то, его коробочкой. Как против шерсти, когда кошку гладишь, да? Потому что вот мы, ну, мы вот именно как эта ткань. А вот, кстати, о тканях. Я же знаю, что у вас самые дорогие костюмы, вы вот на это, как бы, несколько... Не знаю, лучше меня, на самом деле. Конечно, мы постоянно на мероприятиях. Да, мы часто работаем. Это не секрет. Да, 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 да. Расскажите, вы где специально заказываете, потому что у вас, ну, просто фееричные и Бразилия ваши, да, перья, и ваши какие-то короны, вот, где заказываете? А вообще, я думаю, что это твои деньги, на самом деле, понимаешь? Ну, да, мы стараемся держать вот эту марку, то, что, ну, как бы, у нас очень красивые, дорогие костюмы, это на самом деле они дорогие, да, не то, что они только кажутся дорогие. Да, в них вложено много. Покупается все это в большей степени в Москве, для того, чтобы, естественно, мы не повторялись с кем-то, да, чтобы мы были не одинаковые с другими, потому что то, что предлагает Калининград, на сегодняшний день, конечно, это уже хорошо, выбор, выбор достаточный, но не такой, который бы меня устраивал. А есть конкуренты? То есть я вот сейчас удивлен. Конкуренты в балете? Ну, вот конкретно шоу в балете. Конечно, шоу балетов у нас сейчас в Калининграде достаточно. Очень много. Очень есть, да. Конкуренты есть, и они, в принципе, это всегда хорошо, они не дают расслабляться, да. Ну и в этом нужно конкретить. У нас сейчас готовится абсолютно новая программа, вот мы постепенно ее готовим, готовы будем показать на новогодние мероприятия, да, будем сейчас готовить видеоролик. Ох, этот чёс новогодний, я обожаю. Да, да. Нужно переводить тему, да. У нас большая костюмерная, где хранятся все эти красивые костюмы. Костюмерные. Ну, а где она находится? Она у тебя дома? Это секрет. Это секрет. Я так понимаю, что классическое образование, да, в танцевальном смысле, только классика, да, или что-то еще. Вы придумаете сами или как-то у кого-то взаимосвязь? Ну, закончив училище, конечно, у тебя там есть история костюма, история моды, история театра, история музыки, там, музыкальная литература и все остальное. Ну, это понимаете, это помогает, да, ну, как бы то, что ты раньше учил, ну, это, естественно, все это знаешь, стили, стилистики, там, ты выбираешь, ищешь определенную музыку. Вы создаете сами, получается, да? Ну, да. Изобретаете? Ну, у нас есть хореографы, ну, мы ставим иногда сами, но в последнее время уже заказываем, и заказываем не в Калининграде, а в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, именитым хореографом, да, мы заказываем. То есть пока что здесь у нас нет, да, таких достойных, которые можно бы заказать? Ну, если и есть, они ставят своим коллективом, скажем. А мне интересно, а почему, вот как вот вообще выбор падает на тот или иной танец, ведь у вас Канкан, Бразилия, сейчас Индия, да, которую мы увидим, это, ну, хореографы подсказывают, или вы вот что-то где-то, может, съездили в отпуск, на Рио-де-Жанее, когда вам поглядели? Не знаю, ну, как-то смотришь, чаще всего, наверное, звонят и спрашивают, а у вас есть там цыганский? Нет. Ну, блин, цыганского-то у нас и нет, да, цыганского-то у нас и нет, следующий танец будет цыганский. Ну, вот у нас как раз последний новый, это наш цыганский, очень часто звонят, так как мы живем рядом с морем на Балтике. Девочки, у нас морская вечеринка, нам нужны морячки, ё-моё, а морского-то у нас номера нет, и тут создается у нас последний наш новый номер, морячки. Потрясающе, вот так, то есть можно к Новому году что-то придумать, и вы реализуете, в принципе, эту идею. Да, 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 чаще всего вот чего больше хотят, на то мы и склоняемся. Ну, то есть обычно это цыгане и морячки, как мы помнили? Нет, это просто последние два номера. Нет, очень часто также звонят, ой, у нас сегодня вечеринка там в стиле карнавал бразильский, ну, и как бы, а на сегодняшний день перья не очень выгодный вариант, но Бразилия как-то, ну, в итоге, как выяснилось, оказалось достаточно популярным. Его, его заказывают просто на все мероприятия. Это следующее. Я думаю о процессе, мне кажется, как охотники за привидением, вы, наверное, допрыгаете на какую-то трубу одно заодно, и все в машину, и все, мы будем праздник. Да, да, это практически так, мы заезжаем, собираем эти костюмы все дружно, вот как они там собирают все свои вот эти причиндалы, да. Когда звонят, говорят, что очень дорого, мы говорим, что, ну, я даю телефон тех, кто подешевле, помогаю людям, да, даю телефон тому, кто стоит подешевле, да, и как бы, ну, позвоните, позвоните, там вам помогут, да, ну, а мы как бы нет. Ну, мне кажется, пора уже увидеть танец, как ты считаешь? Я боялся, что ты начнешь это говорить, а это говорит о том, что, к сожалению, нам придется попрощаться. К несчастью, да, потому что человеку нужно еще и переодеться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По всем необходимым вопросам обращаться по телефону 8-900-351-9311. Продолжение следует... Приветствия танцоров, тех, кто живет в культуре. Вот что за танцоры? То есть мы видим у тебя кепка, крутые кроссовки. Что делают люди в такой одежде? Да, обычно люди в такой одежде танцуют, занимаются танцами на стиле. Мне 22 года. Ты преподаешь не только брейк-данс, ты еще и... Да, я помимо того, что я занимаюсь брейк-дансом, я являюсь преподавателем в техникуме. Брейк-данса? По брейк-дансу, да? Нет, нет. К сожалению, пока нет. Преподами между парами... А мы бахлишься с ней, да? Бахлишься вообще на перерывы? Ну вот, как бы студенты провоцируют. Студенты провоцируют. А что за техникум? Да, я работаю в техникуме отраслевых технологий, которая находится в городе Светлом. Я преподаю технологию машиностроения. Ну все логично тут. Все понятно, конечно. Да, вот так вот получилось, вот так вот получилось, да, вот, можно сказать, такая... Я знаю, что вот вас, как танцоров, брейк-данс называют би-боев. Би-боев. Да, так и есть, так и есть, конечно. Не смущает ничто? Нет, нет, это очень такое хорошее название, да. Да, везде все его знают, ну кто вот в этом кругу, в кругу танцев. А что делают би-бои вот так вот? Би-бои это... Ну это представление Дениса, они делают вот так и все. Да, это представляют вот именно танцоров, которые в основном занимаются вот брейк-дансом. Их называют би-боями. От слова, наверное, ну... Ну а слово брейк, наверное, данс, я думаю, тогда... Да, как бы и так можно, и от этого слова, да, можно. Там просто недавно в студию приходили пятилетние би-бои. Ну, я не с тобой вёл этот эфир. Вот, ну, рассказывай, а ты как давно занимаешься танцами и выступаешь на каких-то площадках? Да, я танцами занимаюсь, наверное, с лет 15. Это было чисто, можно сказать, пошёл вот по волне друзей, которые меня сподвинули пойти... Все давно бросили. Начиналось на улице, всё вот так вот по-настоящему, там на асфальте стирали локти. Вот так и начиналось, да, на асфальте стирили картонки, искали там листы линолеума, вот так вот и начиналось. А потом, когда вот именно узнаётся, что есть залы, где тренируются танцоры, есть определённые там, ну, вот мероприятия проводятся для танцоров, да, это всё начинается потихоньку туда-сюда, и вот ты вот так вот вливаешься в эту культуру. Соревновательный момент, он есть у танцоров, вот особенно у уличных? Соревновательный? Да. Вообще, соревновательный момент, это чисто вот как бы такое мероприятие для того, чтобы показать себя, что ты умеешь как минимум. Ну, то есть вражды нет, по-своему? Да, вражды нет, это делается... Да, извини, а скажи по поводу соревнований, то есть ты преподаёшь, то есть ты, наверное, у тебя есть какие-то уже наставники, которые где-то участвуют в каких-то соревнованиях, или ты сам соревнуешься на каких-то, я не знаю... Да, вообще я и сам соревнуюсь, и мои наставники тоже тренируются. А у тебя есть ученики, которым ты гордишься, и они уже едут на соревнования? Вообще, есть эти ребята. На самом деле, День с своего позволения, очень серьезный вопрос. Вот Владимир Ступак. Какое отношение? Это к Шакуру имеет какое-то отношение? Насколько это твоя фамилия? Ну, на самом деле, это на 100% моя фамилия. А, да, ты пойди, докажи сейчас, в восточном побережье. Да, на восточном побережье, наверное, Америки, я был бы очень таким популярным, наверное, по фамилии человеком. Ну, то есть, это совпадение, да, так совпало? Да, это такое совпадение, действительно, ну, вот, именно с легендой хип-хопа и рэпа, что, да, Тупак, Шакур, и у меня фамилия Майс Тупак. Да, много людей, на самом деле, мне как-то акцентировали внимание на мою фамилию, и всех очень радовала моя фамилия почему-то. Спасибо тебе большое, что пришел к нам, но сейчас, я думаю, что всем интересно выйти в танец. Что все-таки, вот Владимир Ступак умеет. Эй, глаза не спишь! Субтитры сделал DimaTorzok Много ярких, интересных героев сегодня у нас было, половина из которых я знаю, работаем на мероприятиях, ну, круто было, да, сегодня танцевали все отлично. Денис, благодаря тебе не только я узнал всех этих людей, но и дорогие калининградцы узнали. Я бы теперь думал о танце, пора начинать заниматься. Я тоже так считаю, танцевать никогда не поздно, ну, а с вами были Егор Зуб и Денис Саландин. И наше вечернее шоу, хочу сказать, на Первом городском. Смотрите нас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok